Смерть осетинского командира боевиков. Мамань, срочно машину завели! Кем командовал Олег Мамиев в подразделении группировки ДНР «Пятнашка»? «Пятнашку» они сами называли национальной бригадой. Как в так называемой бригаде осетины отобрали власть у абхазов? И почему наемники из непризнанных республик Кавказа едут воевать на Донбасс? У них у всех один и тот же хозяин. Они появились на Донбассе весной 2014-го. Выходцы с Кавказа с автоматами в руках на улицах Донецка. Первые этнические осетины на Донбассе вместе с чеченцами входят в так называемый батальон «Восток» Александра Ходоковского. Участвуют в боях за Донецкий аэропорт. Я не понимаю, почему здесь. Вот такая вот насыня. С одного миллионного города, б***ь, 10 тысяч ополчений не могут собрать. В 2014-м на Донбассе еще много разрозненных, неподконтрольных групп боевиков. По словам журналиста Артема Фурманюка, тогда в Донецке выходцы из Кавказа взяли под свой контроль несколько рынков, в том числе центральный. Обложили поборами и данью местные рынки. И в том числе, одна из основных статей их доходов, это было похищение людей. И продажа после этого завык. О подразделении «Пятнашка» заговорили осенью 2014-го. Его командиром на тот момент себя назвал Ахра Авитсба по кличке Абхаз. Было там всего несколько человек. Костяк «Пятнашки» составляли в основном люди, приехавшие из Абхазии, люди, которые прошли абхазские войны. Будущий командир «Пятнашки» Олег Мамеев в то время еще боевик «Востока», но вместе с «Абхазом» уже снимается в сюжетах российского Life News. Братья осетины приехали поддержать Абхаза. В 2015-м «Пятнашка» во главе с Абхазом отличилась неудачной атакой на Марьинку. А уже в следующем году власть с ней захватит Мамеев. Он и рядовые боевики «Осетины» в такую себе интернациональную бригаду перешли с батальона «Восток» Ходоковского, когда тот оказался в опале у лидеров группировки ДНР. В принципе, всех прижали к ногтю, объединили все вот эти так называемые батальоны в так называемый, опять же, единый армейский корпус ДНР и какое-то самостоятельное значение они утратили. Поэтому о какой-то отдельной силе, которую бы представляли осетины, говорить не приходится. Вот такого советского патриотизма, он уже закончился. Поэтому они потихоньку разбегаются, точно так же, как в свое время разбежались Абхазы из «Пятнашки». И бывший командир «Пяташки» стал появляться в Абхазии, баллотировался в депутаты, но не прошел. Сейчас, уверены эксперты из Украины и Грузии, боевики с Кавказа выполняют скорее символическую роль. Поддерживают на Донбассе миф о дружбе непризнанных республик. Так называемый президент Южной Осетии приезжает на передовую на Донбассе. В группировке проводят совместные учения. А на последнем организованном боевиками параде в Донецке прошла целая колонна из Южной Осетии. С нашими ребятами, с земляками увиделись. Ребята не отдыхают, можно сказать, у вас на фронте. Но если надо будет, если они скажут, чтобы мы приехали, как-то им помогли, то вообще вопросов нет. У Абхазии, у самой, или у так называемой Южной Осетии, как таковой, у самих нету своей армии. На границах с Грузией, на аннексированных, на оккупированных грузинских территориях, стоят российские войска. Там есть просто небольшое количество людей, которые, ну, называются армией. Срочно машину забили! Главаря Пятнашки убила в районе Абдеевской промзоны во время съемок сюжета российским телеканалом. Похоронили боевика на его родине, не в Южной, а в Северной Осетии, которая входит в состав Российской Федерации. И эта деталь не совсем вписывается в миф о военном союзе так называемых республик. Ярослав Гречко, Павел Холодов, Донбасс Реалии, Радио Свобода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова